Меня зовут Михаил Шестов. Я полиглот, журналист в сфере образования. Я расследовал огромное количество различных методик обучения иностранным языкам и пришел к выводу, что они работают только на единицах или формируют не более двух-трех навыков из десяти. Ни один из них не позволяет неспособному взрослому почувствовать себя своим среди носителей языка. Мои расследования не нравятся репетиторам и владельцам языковых школ, а ученики называют меня адвокатом-потребителем. Установленный мной рекорд Гиннеса принес мне мировую известность. Меня стали приглашать на телевидение в различные страны мира. В результате Датское Королевство предложило мне вид на жительство в обмен на помощь в совершенствовании образовательной системы. Так как в России в то время не преподавали датский, мне пришлось выучить этот сложнейший язык Европы за три месяца. На немецкий я потратил два, на французский полтора. Но английский явился для меня камнем преткновения. Я серьезно полагал, что если я потрачу значительные средства, то я смогу выучить язык под руководством ведущих лингвистов страны за пару-тройку месяцев. Но в результате я не выучил практически ничего. В попытках выучить английский прошло пару лет. Меня пригласили на работу во Флоридский государственный университет, где начальник отдела кадров после интервью пришел к выводу, что меня нельзя допускать студентам, поскольку все, что я говорю, абсолютно непонятно. Мне пришлось вспомнить свой метод обучения и превратить свой русский-английский, wronglish, в нормальный English. После такого образовательного кульбита моя карьера в США начала стремительно развиваться. Я понял, что если мне это удалось, то я смогу помочь соотечественникам улучшить английский и кардинальным образом изменить жизнь к лучшему. До сих пор десятки тысяч жителей Бруклина помнят мою фамилию. Например, моего ученика взяли на работу на госслужбу в Нью-Йоркский метрополитен обходчиком, как только я улучшил ему английский. Если взрослые ведут себя толерантно и говорят «мы вам позвоним», то дети говорят правду прямо в лоб. То есть, если математик плохо произносит название математических величин или каких-либо явлений, то они ему прямо говорят «мы не понимаем, что вы говорите, пожалуйста, прекратите нас обучать». И пишут жалобу. Пока я не поставил математику произношение, а в качестве примера могу вам привести пару слов. То есть, он говорил «интеграл» вместо «интеграл» и говорил «синус-косинус» вместо «сайнес» и «коусайнес». То есть, было достаточно сложно распознать, что он говорит. А математика является довольно сложным предметом, как вы понимаете. Конечно, дети возмущались. После нескольких моих уроков нападки на преподавателя математики прекратились. А теперь представьте себе, какой жесткой является конкуренция среди подростков. Особенно, если твои родители бедные мигранты. Я обучил 12-летнего мальчика из Евпатории хорошему английскому. Научил его учиться. Буквально за несколько занятий. Он очень плохо писал, практически без пробелов. Он не умел читать. Был физически неразвитым и считал себя гадким утенком. Каково же было мое удивление, когда через 5 лет позвонила его мама и сказала «Михал Юрьевич, Женечка закончил экстерном школу и вуз и основал у нас в Сан-Диего IT-корпорацию». Хотите продавать свое время дороже? Осваивайте ораторское мастерство и технику речи. Это понимают актеры, политики, бизнесмены с мировым именем, такие как Александр Высоцкий, Николай Мрачковский, которым я давал частные консультации. У вас есть возможность в ближайшее время пройти мой очный мастер-класс и записаться на трехмесячный дистанционный курс по минимальной цене. Каждый день стоимость курса возрастает на 1%. Не откладывайте до лучших времен. Ситуация в мире меняется с космической скоростью. Границы закрываются, цены растут. Закажите курс прямо сейчас по минимальной цене. Начните улучшать свою жизнь с хорошим английским. С вами был Михаил Шестов. Спасибо за внимание. Удачи. See you then.